Здравствуйте, дорогие пятиклассники! Меня зовут Мария Сергеевна Хван. Я поздравляю вас с началом второй четверти. Желаю вам здоровья, хорошего настроения и интересных телеуроков. Впереди у нас много нового и увлекательного. Тема нашего урока – звуки и буквы русской речи. Сегодня на уроке мы вспомним звуковой состав русской речи, узнаем, что такое речевой аппарат, познакомимся с его устройством и научимся его развивать. Поймем различия между звучащей и письменной речью. Эпиграфом к сегодняшнему уроку будут строчки из стихотворения Николая Ролинькова. Здесь мало услышать, здесь вслушаться нужно, Чтоб в душу созвучья нахлынули дружно. Так давайте последуем совету поэта и вместе прислушаемся к звукам окружающего нас мира и услышим. Вспомните, какие звуки мы слышим по утрам? Какие звуки мы слышим, прогуливаясь по осеннему парку? А какие звуки раздаются прямо сейчас из вашей кухни? Может быть такие? Удивительно, но даже у тишины есть свое звучание. Послушайте, как звучит тишина. В повседневной жизни нас окружает множество разнообразных звуков. Звуки природы и техники, голоса птиц и животных, человеческая речь. Слушая звуки природы, человек научился создавать прекрасную музыку. Подражая птицам, научился петь. Чем же отличаются звуки речи от других звуков? Звуками речи называются звуки, из которых состоят слова. Из слов строятся фразы, из фраз — тексты. С помощью них человек передает мысли и чувства. Раздел науки о языке, который изучает звуки речи, называется фонетикой. Звуки речи на письме обозначаются графическими знаками, буквами. Раздел науки о языке, который изучает начертания букв, называется графикой. Отгадайте загадку. Эти яркие сестрички дружно спрятали косички и живут семьей одной. Только старшую открой, в ней сидит сестра другая, в той еще сестра меньшая. Доберешься ты до крошки. Эти девицы — матрешки. Давайте рассмотрим картинки нашего учебника на странице 68. Назовите слова, которые обозначают данные предметы. Колпак, плов, матрешка. Что объединяет эти слова? Все они называют традиционные национальные атрибуты народов Кыргызстана. Обратите внимание, в кыргызском языке слово «колпак» пишется с буквой А, а в русском — с буквой О. А какие атрибуты своего народа вы можете назвать? Запишите эти слова в тетрадь. Проверьте их написание в орфографическом словаре. Рубрика «Слово дня». Заглянем в толковый словарь Дмитрия Николаевича Ушакова. И уточним значение слова «атрибут». Атрибут — существительное мужского рода. Необходимый признак предмета или явления. Постоянная принадлежность — характерный признак. Например, молния — обязательный атрибут изображений Юпитера. Ёлка — обязательный атрибут новогоднего праздника. Вернемся к нашим словам. «Колпак», «плов», «матрешка». Давайте запишем звучание этих слов в тетради. Для передачи звучания используются буквы. Такая запись называется транскрипцией. Она заключается в квадратные скобки. При записи транскрипции используются специальные значки. Апостров обозначает мягкость согласного звука. Черта сверху обозначает долгий звук. Совпадает ли написание слов с транскрипцией? С чем это связано? В безударном положении, то есть слабой позиции, гласные звуки произносятся с меньшей силой. Так в слове «колпак» буква О обозначает гласный звук А. Слабая позиция для согласного звука – это конец слова. В такой позиции звонкие согласные оглушаются. Например, «плов». Ребята, запишите в транскрипции слово-атрибут, которое вспомнили вы. А теперь сделаем наоборот. Внимание на слайд. Какие слова записаны транскрипцией? Гриб, плод, код. Действительно, трудно понять без контекста, какие слова я зашифровала в транскрипции. У этих слов произношение полностью совпадает, а написание различается. Чтобы правильно написать слово, иногда нам нужно всего лишь понять его значение. И в этом помогает нам контекст. То есть, словосочетание или предложение, в котором находится слово. Какие буквы писать в словах «Лиса», «Лису»? Ответить на этот вопрос снова поможет контекст. Давайте прочитаем стихотворение. Какие буквы нужно написать на месте пропусков? Повстречалась мне «Лиса», любопытные глаза, притаилась за пеньком, ярко-рыжим огоньком, и спокойно наблюдает, кто в ее лесу гуляет. Конечно! Теперь мы легко справились с этой задачей. Давайте потренируемся. Выполним упражнение 107 на странице учебника 70. Укажите, какими буквами и звуками различаются слова. Запишите слова и их транскрипции в тетрадь. Банка – банька, мел – мель, рад – ряд, лук – лук, вести – вести, лиса – лиса, тук – тюк. Какие слова совпадают по своему звучанию? Я надеюсь, вы правильно ответили на этот вопрос. Лук и лук, вести и вести, лиса и лиса. Запомните, ребята, глагол «вести» используется в следующих значениях. Идти рядом, помогать кому-то передвигаться, указывать дорогу, вести ребенка за руку, вести машину, вести на веревке козу, корову. В сочетании с существительными выполнять действия, которые названы этим существительным. Например, «вести разговор» значит «разговаривать». Глагол «вести» используется в значениях «перемещаться» с помощью средств передвижения, перевозить кого-то или что-либо с собой. Например, «вести груз на машине», «вести детей к морю», «вести с собой чемоданы», «удочки», «лыжи». Музыкант извлекает звуки с помощью своего инструмента. Таким инструментом для человека является речевой аппарат. Что это за аппарат и где его найти? Нет, его не нужно искать. Он уже есть у каждого из вас. Мы с вами не замечаем за собой особых усилий во время разговора. Однако он постоянно работает и даже тогда, когда мы с вами молчим. Рассмотрите схему «органы речи» в нашем учебнике на странице 69. Речевой аппарат – это совокупность органов речи, приспособленная для производства и восприятия речи. К органам речи относятся голосовые связки, язык, губы, зубы, мягкое небо, язычок и альвеолы. Для того, чтобы увидеть, как работает наш речевой аппарат, предлагаю вам взять небольшое зеркальце, если оно есть у вас под рукой. Повторяйте за мной звуки речи, стараясь понять, какие органы работают при их произнесении. Положите пальчики на горло, произнесите звук «а». Вы чувствуете дрожание голосовых связок. Обратите внимание, как при произнесении звука «о» губы округляются, а при произнесении звука «и» губы растягиваются, как будто в улыбке. При произнесении звуков «в», «ф», «б», «п» работают зубы и губы. А теперь произнесите звуки «р», «р», «л», «ль». Язык упирается в бугорки между зубами и нёбом. Это альвеолы. Обобщим и систематизируем наши знания о звуках речи. Внимание на слайд! В русском языке 42 основных звука, 6 гласных и 36 согласных. Мы с вами помним, что гласные от слова «голос», «глаз», состоят только из голоса, а согласные состоят из голоса и шума. Согласные звуки делятся на звонкие и глухие. Среди них есть парные согласные. Б, П, В, Ф, Г, К, Д, Т, Ж, Ш, З, С. Сонорные согласные л, л, м, 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 н, 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 р, 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 й, состоят больше из голоса, чем из шума. И они не имеют глухой пары. Согласные звуки Ч, Щ, Ц, Х, напротив, состоят из шума и не имеют звонкой пары. Согласные звуки делятся на твёрдые и мягкие. Например, Б, Б. Некоторые согласные являются только твёрдыми или только мягкими. Они не образуют пар по твёрдости и мягкости. Только твёрдые согласные – Ж, Ш, Ц. Только мягкие согласные – Е, Ч, Ш. Музыкальный инструмент требует настройки. Иначе мелодия будет звучать фальшиво. Наш речевой аппарат также можно настроить. Как работать над произношением? Хорошо помогают в этом деле известные вам с детства скороговорки. Прочитаем скороговорки из упражнения номер 105. Сначала прочитайте медленно. Потом ускоряя темп. Шли сорок мышей, Несли сорок грошей. Две мыши по облоше, Несли по три гроша. Ребята, послушайте песню на стихотворение Андрея Усачёва «Шуршащая песенка». Обратите внимание, какие звуки природы вы в ней услышите. И какой звук повторяется чаще всего. Шуршат осенние кусты, Шуршат на дереве листы, Шуршит камыш, И дождь шуршит, И мышь шурша в нору спешит, А там тихонечко шуршат. Шуршат шесть шустрых маленьких мыша, Но все вокруг возмущены, Ишь расшуршают шалуны. На малышей шуршат кусты, Шуршат им с дерева листы, Шуршит рассерженный камыш. И дождь шуршит, И малышей шуршит, Шуршит шуршит, Шуршит и шуны, Не нарушайте тишины. На малышей шуршит, Шуршит шуршит, Шуршит и шуршит, Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Сегодня на уроке мы повторили звуковой состав русской речи Познакомились с устройством речевого аппарата и узнали, как его развивать Определили различия между звучащей и письменной речью Обогатили свой лексикон такими словами, как Атрибут, графика, контекст, речевой аппарат, транскрипция, фонетика Надеюсь, теперь вы будете безошибочно писать эти слова и уместно употреблять свои речи Кстати, подумайте, почему я записала эти слова именно в таком порядке Ответ связан с темой нашего следующего урока Домашнее задание Предлагаю дома выполнить упражнение 108 на странице 70 Сначала прочитайте слова, затем их запишите Запишите транскрипции слов Отметьте, чем различается звуковой и буквенный состав слов И еще Выучите любую понравившуюся вам скороговорку Тренируйтесь несколько минут каждый день Чтобы ваш речевой аппарат всегда был хорошо настроен А я с вами прощаюсь, до следующей встречи Спасибо всем, кто был активным и внимательным Советую вам чаще петь любимые песни и быть всегда в хорошем настроении В конце нашего урока предлагаю вам послушать одну замечательную песню Извинения в природе Происходит год от года Непогода нынче в моде Непогода, непогода Словно из-под авракода Влед на нас небес свада Полгода плохая погода Полгода совсем никуда Полгода плохая погода Полгода совсем никуда Никуда, никуда Нельзя Упрыться нам Но откладывать жизнь Никак Нельзя Никуда, никуда Но знай Что где-то там Кто-то ищет тебя Среди дождя